Валентин Семёнович Тарасенко всю свою жизнь посвятил развитию субтропических культур на Черноморском побережье Кавказа. С 1972 по 2006 год был бессменным руководителем Адлерской опытной станции. Там он и занимался научной деятельностью, а именно интродукцией растений, выращиванием овощей и плодов в закрытом грунте. Так он совершил открытие и изобрёл гидропонную установку, которая позволяет выращивать растения без грунта. Валентин Семёнович один из первых, кто здесь создал плантации кофе, банан, папайя, но особое внимание он уделял так называемой актинидии деликатесной. Другими словами, это всем нам известный плод киви. Именно с Болгарии он привёз его в конце 80-х годов. Уже в 1999 году здесь было 35 гектар плантации киви. Киви, которые сегодня произрастают в Сочи, первоначально были приобретены на Адлерской опытной станции, которую решено назвать именем Валентина Тарасенко. Зорин, Венчагов, в том числе и Валентин Семёнович Тарасенко – это те люди, которые создавали город-сад, создавали, скажем, не только цветущий сад, как у нас институт не цветоводства и садоводства, а вот ещё и создавали то, чем мы можем лакомиться сегодня. После мандарин киви стал это второй такой субтропический плод на побережье, который достаточно популярен среди населения. Личные вещи, награды и научные труды сочинского учёного в Музее истории передала супруга Василия Тарасенко – Марина Александровна Рихтер.